Дневник Хача 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 Особенно Николай Соболев. Ты пришел к нам и обиделся. Для взрослого дяди нет никаких проблем извиниться перед тобой, потому что солдат девчонку не обидит. О! Дорогой Николай, я встаю на колени. Ого! Невероятно. И прошу у тебя прощения. Коля, не расстраивайся. Можно я тоже встану вот так рядом здесь? Это телевидение. Я тоже прощаю тебя. Не знаю за что, но мне просто нравится так стоять. Николай, юмор это юмор. И взрослые дяди могут позволять тебе все, что угодно. Поэтому прямо сейчас мы с Гариком покажем миниатюру «Любовь». Давай. Братан, не думай о себе слишком много. И приходи к нам в любой момент. Мы всех ждем. Всегда. Ты говоришь, Соболев. Ты видишь, что мы тут друг с другом делаем? А вы это покажете? Что значит, вы это покажете? Ты все пропустил? Смотри еще. Карламов, читай вопросы. Амиран, у нас есть вопросы, где есть ВК. Первый вопрос. Когда ты понял, что у тебя нет таланта, и почему ты решил на этом зарабатывать, просто снимай это на камеру? И подписано, Николай Соболев. Николай Соболев. Расскажи. Но ведь это правда, на самом деле. Я ведь что только не пробовал в жизни, у меня нет ни образования, ни гражданства не было. Что значит, нету гражданства? Ну, сейчас уже есть почти. А ты из какой страны? Что значит, почти? Я из Грузии. Ты еще не донес 40 тысяч рублей? У меня есть разрешение на временное проживание. То есть ты временно проживаешь здесь? До какого числа? Время не стекло еще? Просто я хочу предложить новую работу Николаю Соболеву. Три года. Что три года? Могу жить. Сколько тебя терпеть еще? Подождите, а когда, Гарик, когда вы решили, что вы тоже по трешаку пойдете, как в Ютьюбе? По какому трешаку? Ну, обычно все же было так, вроде как-то. Ты был на другой программе, ты ходил на контрольную закупку, там сметану пробовал. Паша, вот смотри, ты мне продал курс по юмору. Я тебе ничего не продавал. Я лох и сам купил. То есть ты так называешь своих подписчиков, которые покупают, да? Все, кто купили, молодцы. Ты лох. Потому что я тебе мог его подарить. Слушайте, да разнимите уже нас. Я вот долго, девочки, что будет? Да нет, мы с Ираном можем общаться вечно вообще. Я уже вспотел. Для меня это самый позитивный чувак в интернете. Законодатель. Отец, мать его, нашего Ютьюба. Амиран Сардаров, он в гостях. Ваш апрельсмен. Амиран, ты красавчик. Передай привет всем блогерам, что мы вас любим. Очень всем люблю. Амиран, а скажи, может быть, ты что-то такое хотел сказать, что эти выскочки тебе не дали сказать здесь? Кстати. Они просто немного кукут, и ты можешь с ними не общаться вообще. Ты говори мне, если что. Нет, хочу сказать, что... Поговорите между собой, давайте. Да, да. Хочу сказать, что... Ну, честно, вы на телевидении на самом деле очень крутые. Вот мы там можем нарезать, выпендриваться, там что-то на вас гнать. А, например, Пашу я вживую когда вижу, я правда до речи теряю. Он мне не дает возможности даже, да, сказать. То есть, ну, прям на опыте. Давайте я буду выступать у вас как-то потихонечку. А давай, а можешь выйти на сцену? Айди, айди, выступай. Ты такой деловой мысли. Дорогие друзья, резидент комедий-клаб премьера. Давай, камеру включай. Амиран. Включай камеру, я сниму этот позор. Если когда видишь волю, ты теряешь дар. Я думаю, что ты, Амиран, выступишь круто. Давай, кто у нас в гостях? Представь, и ты будешь шутить сейчас. У нас в гостях многократный победитель турниров по тайскому боксу и кикбоксингу, как среди профессионалов, так и среди любителей. Шути, Амиран. Вперед. Амиран, жди. Самый титулованный российский кикбоксер Артем Левин. Артем, встаньте, покажитесь, пожалуйста. Артем, выходите на сцену. Ну что вы там скромно в зале? Сейчас про вас будут едко шутить. Сейчас Амиран будет шутить. Пожалуйста. Харламов, я думаю, Амиран один справится. Можешь уходить. Согласен, я отошел, все. Паш, а ты будешь вот этой бабой, которая выносит какой раунд? Можешь выносить сразу 12-й раунд. Это... Это... Я здесь пока поснимаю. Так, ребята, ребята. Ребята, это последний выпуск Хача. Принцип очень простой. Ты спрашиваешь у спортсмена, какие есть на данный момент соревнования, над чем он работает. И после ответа шутишь. Давай. Я как Паша повторю. Ты покажешь на мне какие-то удары. Но... Вы слышали, что ему ответил? Это моветон, братан. Это уже было. Брат, помоги мне чуть-чуть. Это телевизор. Нужен какой-то экшен. Спасибо, брат. Мы тонем вместе с тобой сейчас. Отпустите меня, пожалуйста. Амиран ничего не может. Ничего не может. Амиран, ну ты говоришь, что вы меня не пускаете на сцену, я бы пошел... Мы тебя выпускаем, ты не шутишь. Я наоборот. Я хорошо все говорил. А, я понял. Да. Иди сюда, ты здесь должен. Ты же из Грузии. Иди. Мы в неправильное место, ты не на сцену. Ребята, сейчас, чтобы вы себя хорошо чутили, я мангал разожгу прямо здесь. А вы знаете, что смотрит Гарик? Он смотрит футбол в прямом эфире сейчас. Посмотри. Конечно. А ты думал? Ты думал, он на работе работает. Амиран, смотри. Вот эти ваши интернетовские фокусы, типа, смотри, у него синие трусы. Не работает на телевидении. Да. Только чистый юмор, информация. Ты, кстати, снимай. Вообще сейчас эпохальный момент, как армянин учит грузина работать. Смотрите. У меня ощущение, как будто я на Маслякова здесь похож. На Маслякова ты похож? Совсем нет. А я пойду смотреть. Арсенал, Манчестер, Юнайтед. Работай! Ну что, продолжайте, ребята. Ребята, продолжайте. Я теперь блогер. Эй, комедий, вы где? Ну что же, мы продолжаем. У нас в гостях многократный победитель турниров по тайскому боксу и кикбоксингу как среди профессионалов, так и среди любителей. А надо ему, надо, да, микрофон. Артем Левит. Артему микрофон нужен. Скажите, пожалуйста, с чего все началось? Можете ударить хача? Добрый вечер, здравствуйте. О, спалил с любовницами? Красавчики, давайте вы здесь. Амиран, шути. Амиран, ну же, говори что-нибудь. Амиран, ты должен вытянуть блогеров. Давай, давай, пока выигрывай. А ты блогер? Я просто не знал. Побежали просто и все. Я не думаю, что боксер куда-нибудь, когда-нибудь убегал. А вот хач... Нет. Нас больше. Нет, ребята, нас больше. Демис. Предатель! Классно здесь сидеть? Жестко. Жестко? Ну да. Зато нет некоторых заболеваний. Зато есть некоторые другие. С головой. Амиран Сардаров, давайте поаплодируем прекрасному блогеру. Вот скоро бой с новозеландцем. Это правда? Все верно. Январь. Это имя? Новозеландец Январь. Январь Иванович. А можно показать каких-нибудь пару приемов для наших молодых телезрителей? Кого-то обижают в городах. Что надо делать первое, когда на тебя... Вот пойдем, мы с тобой будем вдвоем, хулиганы. Я вообще думаю, знаешь, наши любимые. Надо показать, например, как защищаться девочкам. Например, нападает на них хулиган. Что вот девочкам надо делать? Например, идет 150-килограммовая девочка по Савеловскому вокзалу. Вот я, например. А я хулиган. На самом деле, какая-либо девушка не была, как Гарик, как Паша. Лучше разворачиваться и бежать. То есть это лучший выход для девушки. В любом случае... Это вы так выигрываете все? Давай попробуем. Я забыл сказать, Артем, все происходит дело в грузовом лифте на Савеловском вокзале. Бежать некуда. Некуда бежать. Что делать в лифте? А вот что делать в такой ситуации? Ага, попалась толстуха. Извините. Вы просмотрели миниатюру в лифте холота. А что вот если делать? Вот я вышел с пистолетом и говорю, ага, я поймал тебя, кикбоксер. Ну что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Давайте, покажите какой-нибудь прием против пистолета. Что ты мне сделаешь? Давай. Это индийский фильм. Прием против пистолета. Раз. Ой-ой-ой. Так, теперь прием против автомата. Базука. Танк. Что будете делать? Поехали. Но я в конце должен сказать, послушай, по-моему, у тебя родинка на носу. У меня такая же на заднице, брат. Индийский фильм. Индийский фильм. Индийский фильм. Ой, ну, я не знаю, кто дальше в гостях. Ну что? А ты знаешь, что по театральной примете надо сесть на пол, прежде чем поднять? Да? Да, если ты раскидал сценарий, дальше камень... Если я сяду на пол, я не встану, Паш. У вас была уже миниатюра, да, такая? Вы перецобывали, мы извинялись. Шучу, шучу я. Это же юмористическая передача. Это юмористическая. Артем, спасибо огромное. Новых побед тебе. Мы за тебя очень болеем. Спасибо. Ждем. Новозеласа, победи. Аплодисменты Артема. Артем Левин. Все мы любим Ольгу, но надо двигаться дальше. Новый сериал от создателей Ольги. Мы с вами на съемочной площадке Ольги. Актер, который играл Чичу. Ленку видел в одном лифоне, она аппетитная. Блин, папай-то задрал. Возьми, проверь лучше, у меня это сторона рабочая. И его друг Бабай. Что, с кино у меня засада? На этого похожа. На толстого. На леви, на леви похожа. Рвутся в большое кино. Звягинцев на пробах опаздывает. Кошарик, здорово, дорогой. Мы рад тебя видеть. Кто это? Вдохновляющая история успеха. Ёк, макарёк, я Чича из Ольги. А я Серёжа из Марины. Сиди. Чича из Ольги. Понедельник в 20.30 на ТНТ. Ольга. КОНЕЦ. Субтитры сделал DimaTorzok